Всем привет! Продолжаем знакомиться с творчеством художников Генри Джастис Форд, английский художник и иллюстратор, работавший с 1886 года до конца 1920-х годов, представитель викторианской сказочной живописи. Обратил на себя внимание иллюстрации к книгам Эндрю Лэнга, которые захватили воображение целого поколения британских детей и продавались по всему миру в 1880-х-1890-х годах. Данные я беру из Википедии. Генри Джастис Форд родился в 1860 году в семье Кэтрин Мэри Джастис и Уильяма Огастеса Форда. Его дедом по отцовской линии был известный английский политик Джордж Сэмуэл Форд, получив образование в колледже Рептона и Клэра в Кембридже. В 1882 году Форд вернулся в Лондон, чтобы учиться в лондонской школе изящных искусств, а потом и в школе искусств Буши. В 1892 году Форд начал представлять свои картины, исторические тематики и пейзажи на выставках Королевской академии искусств. Однако именно его иллюстрации для таких книг как «Тысяча и одна ночь», «Кеннелворд», «История Англии» получились в широкую известность и принесли автору наибольший доход. Известна его иллюстрация калитковой книги сказок шотландскому писателю Эндрю Лэнга, изданной в 1906 году. Отец Форд адвокат по профессии, и многие члены его семьи были любителями игры в крикет. Отец Форда написал ряд статей и книг на эту тему, а брат Фрэнсис Форд играл в Англию на чемпионате Австралии. Его любовь к игре привела к тому, что Форд регулярно играл в крикет с драматургом Мэтью Берри. По мотиву этой игры Форд нарисовал костюм для персонажа книги о Питере Пенни, когда пьеса Барри впервые была поставлена. В 1904 году, имея широкие интересы, Генри Джастис Форд подружился со многими известными людьми своего времени, в том числе с писателями Уудхаузом, сэром Агваром Конан Дойлем и Мэйсоном. В возрасте 61 года Форд удивил своих друзей, женивших на женщины, младше его на 35 лет. Ей была Эмили Амелия Хофф, врожденная Роуз, вдова, потерявшего первого мужа в битве Нев Шаппель в марте 1915 года. После заключения брака в Кенсингтоне в феврале 1921 Генри и Эмили Форд поселились в Кенсингтоне. В 1927 году пару усыновила ребенка Джун Мэри и Магдалин Форд. Сидящая модель на одной из картин Форда, хранящейся в коллекции картинной галереи Рассела Котса, сильно напоминает его жену Эмили. Ну вот так вкратце о художнике Генри Джастис Форде, английском иллюстраторе, работавший с 1886 по 1920 годы, представителе викторианской сказочной живописи. Умер художник в 1941 году. Все, всем пока, всем привет, до свидания, смотрим работы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok